Витаю, я Катерина, а это правоаборончий подкаст весна апрэдзе. Он выходит уже маль два года, и тут мы распаведали про порушение правов человека у Беларуси с разных боков, про разные темы. Але я николе не думала, что буду робить подкаст про войну. И сегодня будем спробовать зернуть на войну, которая началась на территории Украины 24 лютого и которая истнует в 8 лет. Парадоксально? Поспробуем зернуть про спризму правов человека и крыху истории. И так само сегодня будем спробовать показать, что тут треба ведать нам, беларусам, и про что треба задуматься. Кожная моя ранница начинается стандартно. Я лежащую ложку читаю новинные чаты. Так, у одну зранец я прочитала, что идут массовые вопшуки и моих паблечников правоаборонцов вясны затрымали. Это было 14 лепеня и некоторые из них сядяць до этого часу. Это новина долго трымала, так бы мовить, пальму першинства у своем трэши. Но 24 лютого я прочитала, что началась война. Россия напала на Украину. А мой знакомый Яуген живет в Киеве. И тому про войну я не прочитал. Я ее почул. Я просыпаюсь довольно рано. Я проснулся где-то около пяти. Пошел, сделал себе кофе, вышел на балкон, подкурил сигаретку и стою себе курю. И вдруг слышу внезапно со стороны Броваров или Борисполя, с северной стороны Киева, раздается две канонады где-то численностью взрывов по 3-4 штуки. Я сначала даже не мог себе представить, что это нас могут обстреливать, потому что все-таки это Киев. Он достаточно далеко от границ. А потом до меня дошло, что начали обстреливать. Я сразу же бросился в Фейсбук, в Твиттер смотреть. И практически все киевляне, с которыми я в друзьях, пишут, что по нам стреляют, у нас обстрел, взрывы. Такое состояние сюрреализма. И тут же пошли сообщения о том, что обстреливает Харьков, обстреливает Одессу, обстреливает Николаев. Я сразу созвонился со своей сестрой, которая живет в Николаеве. Она говорит, да, нас тут обстреляли, такие взрывы были. И меня сделала и, мабуть, захопляя, что у Йоуена нема паники. Скорее злость. Ну, какое-то первое время было состояние легкой растерянности, потому что все-таки, когда ты понимаешь, что тебя обстреливают баллистическими ракетами, в центре, ну, не в центре, но почти в центре страны, и ты живешь в столице, это... Ты понимаешь, что, в принципе, тебе некуда прятаться. Я сижу в многоквартирном доме, я понимаю, что куда бы я ни пошел, если мне суждено, что возле меня упадет что-то, то... Еще один мой сябр живет в Киеве, и он так сама не паникует в первый день войны. Представим его. Руслан Халиков в религиевед. Можно еще добавить внутренне перемещенное лицо из Донецка. Унутренно перемещенная особа – это беженцы внутри краины, в Украине. Руслан после падения 2014 года покинул дом и осел в Киеве. И именно это, как он говорит, причина того, что он не паникует. Ну да, мне некуда особо бежать. Но, правда, нечего и терять уже. Так что те, кто переживает сейчас за свои квартиры, им тяжелее, чем мне. Как бы имущество только кошка и рюкзак тревожный. Потому что ты пережил страту квартиры 8 лет тому в Донецке. Ну да, и потом еще несколько лет от этого отходил. Скажем, психологически, не финансово. Поэтому я сильно долго успокаивался, чтобы сейчас резко начать снова переживать. Кали незадолго до 24 лютого во Украинцев, и я так сама задавала гадая пытание, пытались, як вы думаете, типа, начнется война? Я не отказывали. У нас война идёт уже 8 годов. Мается на увазе ситуация с Ордла. Отдельные регионы Донецкой и Луганской областей. Ци так званые ДНР и ЛНР, самые обвещанные республики. И тому говорачи про войну 24 лютого, немогчима не згадывать гэтая падея. Учима дразненне. Цяпер Расія, як бы, официйна и открыта напала на Украину. У ситуации с ДНР и ЛНР она свой удел адмавляла. Их там нет, но тубок нас, казала Расія на протягу 8 годов. Это однозначно была российская оккупация. Просто, ну, як, открыта никто это не говорил. Это неофицийная оккупация? Ну, конечно, конечно. Просто, ну, уже сума отказали, там, пад уторгнение, там, пад третьими, пад стягами, там, третьих країн и всё остатнее, так? Хэта моя размава с правооборонцем Уладзимиром Величкіным. У яго есть военная специализация и служил я нещо в Советском Союзе, не дзю в Сирии. Яго мы еще сё не пачуем. Ордла, ДНР и ЛНР – это оккупация российская? Так, крек наказать? Ну, в принципе, временная оккупация, как мы говорим. То есть, теперь, ну, наверное, да, с украинской точки зрения точно. Я вам удавалася так долго, ну, и свету с этим мириться так долго. Ну, типа, 8 годов оккупации, Россия, как же официально, это не мы, это местовое. Вчера я говорю, что просто свет вельми так скрозь пальцы на всё это глядзел, потому что это их непосредственно не касалось. То, что сегодня отбывается, я думаю, что это уже их касается. Но давайте поговорим про ДНР и ЛНР подребязни. Про эту историю необходимо сказать, как мне подается. И про это, как мне подается, не так добро ведают беларусы. И будем мы сказать в контексте права у человека. Я хочу звернуть вашу увагу на небезпеку такой оккупации, бо там отбывается правовый дефолт. Не, пачекайте, у Беларуси скажете вы, он так само отбывается. Але, и ось отрознание. У Беларуси усю гэта правовое безмещже хотя бы отбывается знешнюю эгидой законности. Ну, например, человека затрымливает за удел у жневинским митингу, что беззаконно само по собе. Али робится гэта звонка вага боку процессуально правильна. Вось его затрымливает, сажается у изолятор. Десять дзен ему, як таго патрабуе закон, предъявляет обвинувачивані. Пасля чаго он со статусом обвинувачиванного переводится у СИЗА. И человек там сядзить под следством у чеканні суда по криминальной справе. Конечно, сядзять он может долго. И все, так само с порушэннями. Ну, просто у ДНР и ЛНР такого може не быть. Люди там могут по угода просто быть запёртыми силовиками без якого-нибудь статусу. Запёрты у подвалі. Што гэта? Есть места, куда просто бросали, то есть это, в ряде случаев, это буквально подвалы. То есть подвольные помещения, там, при том же в бывшем СБУ, в некоторых там заведениях в городе. То есть, как бы это не тюрьмы, в них не сидят люди по, как бы, отбывая срок. Часто там срока, ну, довольно долго вообще не назначают им. Это просто некое пребывание там с пытками, непонятно, выйдеш ты или нет. И самое складанное у тым, што на гэтых неофицейных территориях за правовый дефолт нема кому отказаць. Тут ситуация в Донецке отличается от ситуации в Крыму. Тем, что в Крыму Россия официально это приняла в свой состав. И, соответственно, они взяли на себя якобы уже соблюдение прав человека. То есть, ну, соблюдают они их или нет, это другой вопрос. Но, по крайней мере, с Россией можно что-то потребовать. А в Донецке и в Луганске Россия же официально не брала эти образования в свой состав. Соответственно, они не принимали на себя и никаких обязательств. Хотя Украина считает, что Россия, как сторона, которая контролирует эти города и области, должна соблюдать там права человека как оккупант. Но тут мы с россиянами немножко расходимся в видении. Это связано как раз с тем, что они не признают себя как сторону и, соответственно, своей оккупацией. Поэтому там происходит все, что хочешь. То есть, эти ребята, которые там находятся и контролируют ситуацию, не отвечают ни перед кем. Соответственно, их не признает мировое сообщество, они не признают себя ответственными и обязанными соблюдать правила. Поэтому, да, там были и тюрьмы эти, и неофициальные тюрьмы. Ну, там не могло быть официальных тюрьм, потому что нет официальной страны. Даже Россия вот их не признавала 8 лет. И, соответственно, то, что происходило в этих тюрьмах, никто не был подотчетен. То есть, об этом можно было узнать только вот либо от тех, кто там остался, либо от тех, кто вышел из этих тюрьм. Ну, такие были. Вот, собственно, да, мой преподаватель два года провел в подвале, в тюрьмах разных. Но не только он. То есть, среди моих знакомых, как бы, несколько человек провело довольно длительное время. Некоторых избивали, вынуждали уехать из Донецка, не сажая в подвал. Тоже, в общем-то, нарушение прав человека. И вплоть до того, что не только проукраинских, и в том числе и тех, кто выступал на стороне России, тоже некоторых отправляли на подвалы. Это уже моих знакомых непосредственно меньше, но даже среди них есть такие. То есть, люди, которые каким-то образом поддержали это движение, а потом не нашли общего языка с русскими, то ли с лидерами. И тоже уехали на подвал, некоторые там же и поумирали. Зверніться на это увагу. Диктатура может репрессовать не только своих противников, а ли ты в то, поделяя ли ей идеологию. Потому что там нет такого особого распределения властей, чтобы кто-то контролировал силовиков, скажем. То есть, грабежей, отъема имущества, изгнания из помещений там было не меньше. И, в принципе, но их людей просто машины отбирали не всех, сажали в концлагеря. Из-за того года, 24 лютого, Россия, ЛНР и ДНР признала. Ну и, ответственно, после этого напала на Украину. Про это я вырешила празмавлять с россиянином Алексеем Макаровым. Он историк и представник правооборонного центра «Мемориал» и историко-осветницкого товариста «Мемориал», якое занимается доследованием советских репрессий. Минавито «Мемориал» осудил уже одним из первых день России. Правозащитный центр «Мемориал» написали, что война, развязанная путинским режимом против Украины, это преступление против мира и человечности. И что эта война останется позорной страницей в российской истории. Война – это всегда нарушение прав человека? Или именно та война, которую ведет путинский режим? Смотрите, да, есть два разных права. Право войны и право в войне. Право войны – это разрабатывающаяся уже столетиями идея про справедливые и несправедливые войны. И в этом плане то, что сейчас делают Путин и российское государство, это само по себе преступление. Это агрессивная война. Даже в Российском уголовном кодексе есть отдельная статья, которая, к сожалению, не используется, призыва к развязыванию и ведению агрессивной войны. То есть, когда какой-нибудь телеведущий говорит, что «а давайте нанесем ядерный удар по США или сотрем в порошок», то вообще-то это является уголовно наказуемым подобного рода высказывания. При этом, естественно, та война, которой сейчас вынуждена участвовать Украина, она для Украины не является нарушением права сама по себе. Они обороняются. Они в своем праве. Если говорить о праве в войне, то мы уже видим неизбирательные обстрелы. Россия говорит, что мы точечно выводим военную инфраструктуру, точечно ее уничтожаем, но все равно есть сопутствующие жертвы. И надо понимать, что после того, как Путин в какой-то момент остановит войска, а в какой момент это никто не понимает, и мне кажется, что, условно говоря, докуда дойдем, дотуда дойдем, надо начать движение, логика такова, то вот эта расширившаяся зона, которую не будет контролировать Украина, станет ареной военных преступлений и нарушений права, которые, к сожалению, довольно сложно будет фиксировать. Потому что, например, на территории так называемых ДНР и ЛНР уже лет в пять практически не могут работать. Никакие журналисты, никакие правозащитники. Ни украинские, ни российские, ни международные структуры. Да, и там, как бы, ну, режим жесткий, да, и довольно много, например, похищений и пыток, да, но подробности, к сожалению, довольно трудно фиксировать. И распространившись на новых территориях, да, к сожалению, скорее всего, все это продолжится. Вот такое питание возьмем, там, белорусская солдата, российская солдата, и они, как грамадзяне своих краин, военные обвязанные, их выкликают, там, на войну, на наступление. А иные, как грамадзяне, когда, допустим, они захочутся дмовиться, то по их национальным законодавствам, это дезертирство, это порушение. И, ну, типа, как-то, например, мы можем сказать про то, что улады нелегитимные, это как? Как тут разобраться? Ну, это очень интересное питание, конечно. По-любому, ну, когда тебя призвали в войско, ты мусяшь служить. О, с другой стороны, что ты не мусяшь выполнять злочинный загад, и нам это в советские часы это было ведомо, что, когда загад злочинный, то каждый из нас при нам все в советские часы ведет, что, когда ты мне даешь такие загады, я маю некие сомневые, так, напиши мне эту письмо в моей форме, как я эту паперу про себя имел, так, и, когда меня запытают, чему ты кого-то забил, я еще что-нибудь, так, я покажу эту паперу, и все будут видать, кто его забил на самом речи. Не моя там эта стрельба, так, а той, кто отдал эти загады и подписался на этой паперце. Тому, как, ну, по закону, на хоть кого-то час с тобой разговаривать шмат не буду, ты тебе самого до стенки поставят. А ось, так, что тут однозначно потребна некая громадянская позиция такая, и любой, кто будет сопротивиться, ну, будет иметь певное наступство криминального плана. И еще в выпадку злочинного загаду, так, так само, коли ты не один, так, и отримываешь эту загаду, и, так скажем, подразделение все бачит, что командир, так скажем, не за всем это робит то, что требует, то его можно было арештовать. Но это, так само, вельми, таки, ну, нужный крок тому, как, ну, кто его ведет, как это будет спринято нигде в трибунале, там, позднее. А, восьм. Конечно, да, уклонение от призыва формально является уголовным преступлением, и понятно, что сейчас довольно многие будут голосовать ногами, да, и, например, там, недельку-две жить у каких-нибудь своих знакомых, чтобы, если пришла повестка, то их не могли бы забрать. Другое дело, что сейчас как раз Госдума в процессе принятия нового закона, который, ну, осложняет возможность уклонения, да, если раньше ты мог просто сказать, вот мне лично повестка не была вручена в руки, и поэтому я ничего не знаю, да, то теперь, как бы, это будет неважно. Мы вам прислали повестку заказным письмом, и вообще вы сами должны были явиться. Очень многие, вообще говоря, за последние годы действительно проголосовали ногами и эмигрировали из страны. Но в целом, скорее, ну, это моя личная позиция, да, что скорее, да, надо уклоняться и потом, ну, пытаться бороться с судом, если человек будет за это судить. Поговорим про державу. Деяние державы, як бы, павинны быть выражэнне воли народа. А тут мы бачим, што одна держава развязывая войну, ци выражая гэты крок волю сваего народа. Як народ гэта пропустил и допустили. У нас уже довольно давно нет парламентской оппозиции. Да, лет 15, наверное. Если говорить про непарламентскую оппозицию, то, да, есть Навальный, который сидит и которого пытались убить, да, и, по сути, разгромленные его штабы и фонд по борьбе с коррупцией, есть яблоко, к которому довольно сложно относится часть российского общества из-за процессов, которые происходят внутри яблока. В общем, такой политической оппозиции почти нет. Да, в общем, многие уехали, кто-то сидит. Если говорить про гражданское общество и СМИ, да, то, да, вот с 13-го года законодательство об иностранных агентах, которое последовательно расширяется, ужесточается. Ну, вот сейчас у нас ситуация, когда, например, там вот и Прозащитный центр и Международный Мемориал, например, просто ликвидируются по суду и такая, да, такая участь, она грозит по сути любой НКО, внесенный в реестр иностранных агентов. Я хочу, как белорусы звернули на это увагу. Российская Улада последовательно репрессовала грамадзянскую супольность у России, просто саджаясь. А одразу две сотни НКО ликвидуют, а потом еще вводят криминальную отказность за деянность у незарегестрованной организации. У нас с репрессиями еще больше, в России, которая начала войну. Давайте еще попереду ввыем. 24 лютого в более чем 50 городах России прошли спонтанные антивоенные митинги. Как поведомляет ОВД инфо, в тот день было затримано больше 1700 человек. Их будут судить за что? За нарушение чего? Либо за нарушение пандемийного законодательства, но я думаю, что в основном это участие в согласованной массовой акции. 27 лютого белорусы в Беларуси вышли на акции протесту супрыц войны. Это смелый крок, потому что в Беларуси саджают не только за акции, а до несанкционованного массового мероприемства преравновывается любая демонстрация полного получения колеров, даже на скуры в выгляде татуировки. Но в каком сюрреализме мы живем? Беларусский режим не задавить любую крытику относенных до себя шляхом забороны права на мирный сход, оказывается у той ситуации, калі силовики затрымливаюць людей на акциях супрать войны, дзе люди выказываюцца за тое, каб на войну гэтих гэтих сэмэтих силовяков Никто не затрымливал, а полицейцы оховывали демонстрантов. Литовцы могут беспироскодно выказывать свое меркование, а свобода выказывания своего меркования на сходах, гарантованная, например, международным пактом об гражданских и политических правах, которые Беларусь подписала и ратификовала еще в 1976 году. Послушаем, что говорит литовцы на акции. Надо уже понять, что мы против таких действий. А вы жили, я так понимаю, при Советском Союзе? Жили, жили. Как там было? Как там было? Плохо было. Плохо было. Теперь везде можно ехать. Все может, молодежь, учиться где хочет. Нет границ, нет препятствий. А там было совсем по-другому. Это была оккупация тогда? Конечно. Нет, что это было, а что же это было? Конечно. У нас была Литва независимая, и потом вдруг взяли и, как сказать, оккупировали. И 50 лет все припомнили, как жили, когда были вольны. И нам это, это просто, как сказать, то, что мы получили независимость, нам это просто чудо. Чудо, да. Вы согласны с тем, что Россия, как главная держава СССР, оккупировала Литву тоже? Да. Она оккупировала, и факт Молотова и Риппентрова это доказывает. Официальная российская, я чуть не сказал советская, но это эмплематично, официальная российская риторика и риторика Путина, их видение того, что происходит, довольно сильно завязано на прошлое. Если можно так выразиться, то это, на мой взгляд, Путин ощущает себя собирателем советских земель. Да, вот есть Россия как правоприемник СССР, дальше проводится знак равенства между Россией и СССР, и говорится, как у нас была величайшая геополитическая катастрофа, распад СССР. Да, Путин это говорил давно. Соответственно, наша задача, говорит Путин, прямо или не очень прямо, значит, собрать их обратно, либо чтобы они были подконтрольные, либо физически вернуть в Россию. Вернемся на Виленскую акцию. Разглавляясь с литовцами, я сутыкаюсь с тем, что представляющаяся белорусской журналисткой, мне треба уже робить удокладнение, с якого я блоком. А для какой белорусской? Для демократичного. Можно. Как пасово? Вайдутася кубонис. Я Украину поддерживаю с 2014 года. Я немножко помогал Йону Огману в организации Yellow Blue. Ну, когда надо было в складе и еще. Так что я в курсе с самого начала, когда все началось. А началось в 2014 году, в конце зимы, когда Кацапы отхватили Крым у украинцев. Так я все время интересуюсь. Чуть-чуть помогаю некоторым волонтерам с Украины, там, с Харькова, с других городов. Так что я более-менее так знаю. А вы из Украины? Так. А у Литвы давно? Мы из Луганской области, из окупованої территории, в Литву, мы приехали. Ну, человек приехал в конце 2014 года, я на начале 2015 года. И из-за помощи Путіна, которую он нам давал, мы оставили свою домашнюю. В Луганской области мы покинули нашу хату. Как вы здесь живете, у Литвы? Вы смогли интегрироваться? Так, мы маем работу. Просто дякувати литовцям, нас підтримували звичайні люди с самого начала. На начале очень тяжело было, но сейчас все было до сегодняшнего дня, но теперь такие думки, я не знаю, что делать. Это самое лучшее, что мы могли сделать. Мы сами не с вольностью. Мы проживаем ближе до Латвии, до кордона из Латвии. Мы решили, что мы должны хотя бы сюда приехать, на пикет до консульства, до посольства российского. Пів дня тут простояли, звичайно, до нас никто не вошел. Ну и остались на этот митинг. А что бы вы сказали, когда бы они не вышли с амбасадом? Я до них звонила. Я звонила и питала в них, и они, как обычные люди, что они не понимают, что они делают, что делают их страну. Мне сказали, что, извините, мы не можем разговаривать, у нас нет времени. Я не могу, знаете, как вам сказать. Я не могу понять. В мене выбрали мою хату, теперь в мене хотят выбрать мою краю. Навіщо? Їм мало в российской земле? Навіщо? В нормальной голове никакой логики не поддаётся. У меня следующий вопрос. Вы сейчас, в том числе, работаете учителем истории в школе, правильно? Учителем обществознания. Ну вот если учить детей и рассказывать об актуальных событиях, вы сегодняшнее событие будете в каком-то ключе рассказывать? И в каком-то? Да, конечно. Конечно. Что вы говорите или будете говорить детям? Что происходит? Я буду говорить... Смотрите, то, что происходит, с одной стороны, это... Ну, если говорить немножко не цинично, но как-то инструментально, скажем так, то то, что происходит, это хороший учебный материал по темам, что такое агрессивная война, что такое суверенитет, потому что в речи Путина довольно много было уделено внимания того, что вообще у Украины нет толком суверенитета. Это хороший учебный материал по теме, как устроена политическая риторика, использование истории в политических целях. То есть можно брать ту же речь Путина и разбирать с точки зрения ее устройства. Это более такой формальный подход. Можно подходить менее формально и в целом выдавать картинку того, что происходит. Я, конечно, буду говорить о происходящем, потому что будут спрашивать и уже спрашивают, что говорить, что это агрессивная война, это преступление. Смотрите, как используется прошлое, смотрите, как работает пропаганда, какие могут быть возможные последствия для гражданского общества в России, для России в целом, как могут развиваться события. И еще такое питание. Я боюсь, что Беларусь уже завоевана. Я боюсь, что Украина сейчас еще борется против России, но я боюсь, что Беларусь уже сдалась. Ну, как бы страшно, но когда там уже российская армия, и которая пошла в наступ с территории Беларуси на мою страну, то что с Беларусью. Жалко. Жалко молодь, жалко обычных людей. Дякую великому вам. Дякую вам, держите, держитесь. Украина, 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 Украина. Резолюция ААН 1984 года каже, Генеральная ассамблея, выказывающая волю и спадевание усих народов выключить войну с життя человечества и, прежде всего, продухилить су-светную ядерную катастрофу, урочисто обвещая, что народы нашей планеты мают священное право на мир, подкресливая, что забеспечение ожитивления права народов на мир патрабуя, как политика держава была зариентована на ухиление от погрозы войны. Россия и Беларусь разом с ее все это порушила. Мои родители и сестрой родной сейчас от возможных бомбардировок, чтобы шальной снаряд не прилетел вместе с соседями, спрятались в подвале. Это подвал девятиэтажного дома панельного, который в случае попадания, он просто сложится как карточный домик, поэтому во избежание больших жертв, все соседи этого дома, включая моих родителей, они просто взяли все самые ценные вещи, продукты питания, одежду и сейчас, в общем, прячутся от возможных бомбардировок в подвале, в подвале дома живого. А что мы можем особисто зарабить? Выступать супер против войны и поддерживать Украину. Можно зарабить грошовое охверование, можно снасти в интернете группу допомоги беженцам, можно ухиляться от призыва, и каждый из нас может зарабить хоть нечто. Каждый из нас. На этом бывает нет войны, а это белорусы спевают, когда украинская амбассада. Музыка. 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 Музыка.